друзья всем добрый узбекский день ходят слухи в то что 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 в ташкенте есть место под названием бочка но вернее это за ташкентом от в горах там самая вкусная мостова то есть с кем не разговаривал все говорят ну да да денис там вкусно вот то есть люди готовы взять поехать в ташкент в бочку из ташкента то есть собрались и уехали там эти 50 60 километров чтобы поесть мостову так вот мы сейчас едем в бочку и реально заценим обманывать не будем скажем как она есть всем привет еще раз всем привет еще раз после холода хочется горячей на столы я уже еду и думаю почему слайд здесь мостова вот меня все-таки я думаю может быть свежий воздух люди постоянно здесь наигрывают аппетит много там кислорода то есть такой ассоциация ассоциативный ряд у человека на голодный желудок он попробовал там бегал там ходил прыгал летал попробую эту горю горячую мостовую она прям сразу в памяти может быть из-за этого у людей такие ассоциации или может быть действительно здесь есть какие-то секреты в этой поставим может что-то добавляют такой реально интересно и вкусно что люди вот без ума от этой местами в общем через три-четыре километра эта бочка и и я думаю мы найдем ответы на все вопросы почему бочка где-то лет 20 все все я вижу бочка написано и там готовили там моста у готовили это вообще уже считает все от этой бочкой и где здесь самое лучшее с того сейчас попробуем везде будем пробовать а вот здесь в тяньшане или арбаты но в любое вообще просто интересно почему здесь очень холодно здесь очень холодно и как только вот ты вот на этот пятачок заезжаешь сразу вот прям из воздуховода так назад машину такой аромат шашлыков бьет сильный все все горит все плавится все дымится все жарится но здесь не так полно как наверху здесь чуть потеплее конечно все равно холодно потому что же вечереет с одной стороны сидят дети будущие тик токеры все не уместились за стол пришлось один диванчик сюда подвинуть а вы здесь уже были да а вот именно в этом не как называется пуджан пуджакент вот это крайне пара он меня фуджакин по моему арбат туда дальше пуджакин можно он поближе к окну сесть там топчаны ну а те кто не успел туда сесть сяду суба острый перчик ты видами местные лепешки нам свежие чувствуют хлеб здесь какой-то особенный да и от местного производства ташкентский похож он ташкент так делают на турецкую я понял 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 озвучить потом не часть лимоном до любая трапеза начинается с чая с лимоном а вы купили варенье банку да нет нет а сколько она стоит 30 тысяч а вот ты держал сколько стоит мне кажется это в ташкенте покупают варят сюда привозят типа горное да нет или здесь они по моему сами здесь много малину на здесь все это ездил огурцы с чаем я тоже увидел нормально идет но организм нормально может переваривать хотел сказать куда он полез бы я подумал куда-то лезть я за не вы за что там топчан друзья смесь какая порция я думаю вы попросили все вместе нет это цезарь цезарь да просто большая порция цезарь или что музыка худжа кент это получается салат в таджикистане таджикистан надо посмотреть такой есть вообще салат а худжа кент а худжа кент это что тогда нет а где в таджикистане значит мы в тупик попали я все с камерами здесь я вижу сыр сыр да сыр 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 яйцо капуста пекинская укроп оливки мясо мясо вроде мясо мясо говядина в общем салат вкусный и свежая зелень самого жюга кте салат вкусный вкус да он такой с кислинкой приятный да 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 вот я думаю прям знаешь такой освежающий салатик вот чего хочу перец еще один салат принесло салат японский а это что такое принесли кефир кефир а у вас мостовую сколько в день делают литр а порционы готовят весь день так вот то есть не готовит в общем казани по 2 килограмма готовят наверное тут какой-то но бульон там я не знаю как распределяют они да потому что если рис держать в общем к за ним в квашнюю хотя если тут поток такой бешеный постоянно я думаю съедает даже не успевает на раскиснуть приехала мостова наисвежайшие друзья но не все захотели мостову всей компании только мы троем едим дети заказали лагман лагман уйгурский а ты чё будешь табака табака то есть у всех вкусов семья отличаются разные так ну вот сначала обзор на на бульон мелко нарезанное мясо мелко порезан картофель зелень видно укропчик рис наверное у это ланга лук специи такого ничего там необычного не видно лепешки вот эти очень вкусно очень до необычные не я без кефира знаешь ну вчера ели мостову разница уже есть я вот чувствую да это какой-то насыщенный бульон или они много костей кидают вот для насыщенности он реально насыщенный чувствуешь прямо насыщенный бульон не от мясной прям а потом знаешь вот он прям как будто свежий вот чувствуется что это свежий есть вот по виду вот видно да густо да горный бакмарка действительно мостовая соответствует тому что говорят они что она здесь вкусно вот не знаю мне мне понравилось вот честно такая жидкая не густая всего в меру все мелко аккуратно нарезано мясо может быть тоже какое-то местное горное настава еще очень вкусно вкусно подобраны все ингредиенты ты тоже понравился вообще я просто думала жирно какую-нибудь не 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 такая значит не зря говорят что в общем приезжайте все в бот на бочку в бочку и отведайте и салаты тоже здесь очень вкусно несмотря на то что сейчас холодно свежо но все овощи такие в бутылку принесли шашлычки это какой кусковой дали вот эти кусковые молотые молотые ты какой заказал молотые ну бери попробуй ну скажешь как не снять не снять смотрите какие мелкие кусочки да это вот одна порция считается или нет спасибо ну чё как пересолили немножко пересолили ну так вкусно шашлык куриный тоже кусочки маленькие шашлык куриный вкусный мясо промаринованно хорошо просолено мясо мягкое несмотря на то что попался мне грудинка на соль нормально у меня вот может я попался не вкусно шашлык да вкусно также к шашлыку принесли две вот такие лука лук маринованный в уксусе не в гранате не в лимоне а именно в уксусе а ты не ешь лук 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 да не ешь лук не ешь лук поставь лук кто из вас больше мяса ест я поэтому ты хочешь да в ресторанный бизнес ресторан закроется он будет там кушать А рыбу кто больше всего ест? Да. Мама? Мама любит просто. Не всегда. Не всегда. Жареные они любят. Любимое блюдо какое у тебя? Из узбекской? Да, 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 узбекские. Лагман фокус? Да, конечно. Лагман? А у тебя? Плов? А у тебя? Плов? Плов самаркандский. А, хорошо. Вот это вот стандартная лепешка. То есть мнения разделились. Биктош, а ты что больше всего любишь? Плов? Я? Я люблю турецкую кухню. Мы же не в Турции. Нет, я имею в виду из узбекской. Я овощи люблю, честно. Плов люблю. То есть мнение большинства это плов? Да. Ну и напоследок будущему ресторату принесли казанки-боб, хотел сказать. Курица-табака. Сейчас заценишь ее. Мнение эксперта послушаем. Ну и что ты скажешь? Вкусно? 10 из 10. 10 из 10. То есть ты уже заказываешь, да, эти блюда где-то в других заведениях? Нет. Нет, я имею в виду 10 из 10, он значит их где-то ест еще, правильно? Да, да. И я еду. Мы часто кушаем. Мы часто кушаем. Табака именно? Да. А если сравнить с уголком? В уголке вкуснее? Да, да. Значит 9 из 10. Здесь вкусно. Здесь вкусно. В общем, в этом заведении, да и наверное в большинстве заведений, находящихся на этом пятачке, в основном из первых блюд заказывают, наверное, на первом месте мостова, потом что-нибудь шурпа. 80% Да, 80% мостова. И шашлыки, да, здесь. Все, остальное так все, не особо котируется здесь. Мостова реально зачетная, прям смело приезжайте. И отведывайте ее. Ладно, так как мне дают задачу закончить этот ролик, то я заканчиваю. Скажу следующее. Берите своих друзей, близких, родственников, семью. Ну, родственники или семья, это одно и то же, хотя бы, по-любому. Просто придите без утруждений, здесь очень хорошие порции, вкусно. Вы носитесь, обожаетесь и заодно с нишки поиграете. Так что всем советую. Ну да, в общем, бочка, друзья, вам даже дети советуют, приезжайте сюда. Мостова здесь зачетная, это, между прочим, у него есть тикток, я оставлю ссылочку. Да, есть тикток-аккаунт, подписывайтесь, я только начинаю, начну делать контент. Он хочет развивать эту отрасль. Поэтому ссылочку я оставлю, друзья, кому интересно, подписывайтесь, переходите. А ты что там будешь снимать? Юмористические видео. Будущий юморист Узбекистана. Всем пока, друзья. Всем спасибо. Пока мы ели, сюда пришла Антарктида. Все на дороге, уже все подморозило. Надо как-то отсюда будет аккуратно спуститься. В общем, в общем, в общем, в общем, даже в горах любят вкусно поесть. Все на дороге.